МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Сегодня, как обычно, вместе обсудим последние рязанские события. Для сегодняшнего разговора предлагаем следующие темы. Более ста украинских беженцев прибыли. Сегодня в Рязань в пунктах временного размещения все готово, сообщают ответственные работники МЧС. Не улететь, не прилететь. Российские туристы остаются заложниками обанкротившихся турфирм. Как много застрявших в аэропортах рязанцев, выясняли мы сегодня. Рыбновская аномалия в ближнем к Рязани районе произошло сразу две автотрагедии. А теперь обо всем обстоятельно. Рязанские следователи направили в суд дело в отношении некоего сельского депутата, который немало чего натворил, еще больше наговорил, наобещал до такого, что в пору 90-е вспомнить. Наверное, надо все-таки официально настрого запретить народным избранникам и прочему доморощенному начальству смотреть всякие сериалы про бандитов. Да и спиртное им продавать в магазинах не нужно. Своих чудес в руководящих головах хватает. По версии следствия, 1 января этого года, возле одного из домов поселка Авангард Чучковского района, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры угрожал своему знакомому убийством. При этом он приставил сначала к его голове, а затем направил в сторону груди дуло самодельного пистолета, пригодного для стрельбы и заряженного патроном. Как оказалось, данное оружие, которое он носил постоянно при себе, не было единственным. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, кроме незаконно изготовленного обвиняемым пистолета, изъяли в ходе его личного досмотра переделанные сигнального револьвера и еще 16 патронов. Кроме того, в доме его родственницы были обнаружены патроны порох и также изготовленный им карабин и ручка пистолета. Двигаемся дальше. По последним федеральным данным, российское правительство распределило почти 366 миллионов рублей между регионами. Деньги предназначены строго на социально-бытовое обустройство беженцев с Украины, находящихся в пунктах временного размещения. Бывшие соотечественники, спасаясь от войны на юго-востоке, прибывают в Россию целыми семьями, нередко под огнем украинских силовиков, бросив квартиры, пожитки, захватив только то, что вошло в дорожные сумки и рюкзаки. Сейчас в нашей стране более 370 тысяч украинских беженцев. Среди них большое количество женщин и детей, в том числе совсем малышей. Много пожилых людей, есть инвалиды. Больше всего беженцев находится в ближайшей к Украине Ростовской области. Соответственно, туда и направлена самая значительная часть казенных средств. Более 111 миллионов рублей. Вообще, подавляющую часть трансфертов из федерального бюджета получили именно, так сказать, приукраинские регионы. Ну, что вполне логично. Как следует из сообщения, размещенного на официальном сайте Российского министерства по чрезвычайным ситуациям, в понедельник из Симферополя вылетел самолет МЧС, на котором было 123 жителей Украины. Среди них более 40 детей, в том числе 4 младенца. Ил-76 приземлился в Домодедово. Оттуда беженцев автотранспортом привезли в Рязань. Всех переселенцев встретили сотрудники МЧС России и представители местных властей. Люди размещены. Для их пребывания в регионе все было заранее подготовлено. В пунктах временного размещения, как сообщают рязанские спасатели, организовано круглосуточное дежурство подразделений регионального МЧС, пожарных расчетов и полицейских. Другая тема, ставшая в последние дни весьма горячей, связана с крахом крупных российских турфирм и, соответственно, больших неприятностей, постигших наших дорогих руссо-туристов. Вообще, этот сезон, как отмечают эксперты, стал для отечественной туриндустрии таким же кризисным, как, например, 2009 год. Из последних фактов в июле расписался в несостоятельности туроператор под названием фирма Нева, разумеется, из Петербурга. В конце июля рухнула компания «Роза ветров мира», за ней экспо-тур, теперь вот идеал-тур и злополучный лабиритт. В результате многие-многие наши соотечественники не могут покинуть чужие, еще вчера такие уютные и теплые страны, а другие сидят на чемоданах, вместо того, чтобы лежать на экзотических пляжах. Причем и те, и другие свои путевки полностью оплатили. Текущий сезон для туроператоров стал, безусловно, худшим за последние годы. Только за месяц обанкротился целый ряд крупных туркомпаний. По словам экспертов, масштабный кризис российской туристической отрасли обусловлен несколькими политико-экономическими причинами. Одна из них – введение западными странами санкций и ответ на них российского правительства. Ощутимую роль в резком снижении туристического потока сыграло и решение о фактически запрете выезда за рубеж сотрудникам силовых ведомств. В общем, работники туриндустрии признают, что число туристов сократилось практически на треть, хотя это вовсе не означает немедленного банкротства крупных отечественных туроператоров. Это уже так получается, что злая закономерность. Таким образом, на мой взгляд, туроператоры уходят от ответственности перед людьми. Не столько из-за своих финансовых трудностей, какие бы они ни были у всех, но и в первую, либо во вторую очередь от ответственности выплаты по своим кредитам. На мой взгляд, это очень некорректно объявлять себя банкротом 1 августа, или 2, или 3, в самый разгар сезона. Вопросом, куда делись деньги со счетов крупных туроператоров, сейчас занимаются следователи. Они уже проводят проверки на предмет мошенничества в офисах обанкротившихся Невы и Лабиринта. В общем, пока компетентные органы выясняют, насколько порядочно менеджмент этих туроператоров ввел свой бизнес, рядовые туристы буквально обрывают телефоны своих турагентов, через которых они и приобретали путевки на иностранные курорты. Работники турагентств напоминают несколько правил, если во время отпуска случилась какая-либо неприятная ситуация. Ни в коем случае не надо паниковать. Когда мы находимся за границей, и с нами что-то происходит, не надо никогда нервничать. Надо позвонить своему турагентству. Тот обязательно свяжется с туроператором или с турпомощью. И ждать дальнейших действий. Сейчас чиновники Ростуризма подсчитывают число пострадавших от банкротств туроператоров. А их число, по всей видимости, это десятки тысяч человек. Люди оказались заложниками кризисной ситуации. Кто-то застрял в аэропорту и не может улететь домой. Кого-то выселяют из забронированных вроде бы отелей. Теперь туристы пытаются вернуть свои деньги за провальный отпуск. И здесь также есть трудности. Ведь созданная год назад Ассоциация туроператоров «Турпомощь» заявила, что она может только вывести туристов обратно домой. А вот возместить стоимость тура невозможно по причине банальной нехватки денег от страховых компаний. Похоже, что без государственного вмешательства ситуация благополучно не решится. Западные санкции по отношению к России еще одна горячая тема для разговоров. В том числе на самом высоком уровне. Там, где обдумываются и принимаются судьбоносные решения. Санкции – вещь двухсторонняя. Постоянно слышится с этих самых верхов. Вот уже откликнется вам иноземцы. Уже только хуже будет от них санкций, треклятых вашим отчизнам. Но до конкретных наших ответов коварным Чимберленам дело пока что не очень-то доходит. Вот что думают по поводу ответных мер простые рязанцы, отвечавшие сегодня на улице нашим репортерам на вопрос, стоит ли России давать адекватный ответ западным санкционерам или, что называется, держать удар, не обращая внимания на действия партнеров-противников. Нужно ли ответные санкции вводить или что делать, как мы им должны... Ничего, свое надо все вводить. На санкции не обращать внимания надо. Надо свое все делать. Сельское хозяйство, потом производство, заводы надо восстанавливать. А больше ничего не надо. Моего мнения. В моем точке зрения такова, что если санкции, которые на нас вводят, то есть для нас большой шанс создать, для нас большой шанс, что мы можем уже быть более самостоятельными, как было при Советской, когда была у нас Советская Союзная Союзная Республика. Мы должны жить так, как живем спокойно и без этих, по-моему, санкций мы лучше проживем. Это мое личное мнение. Пускай не будет, еще хватит. Мы, думаю, сами справимся со всеми проблемами. Нет, ну нужно, чтобы не было нас войны, чтобы он мир, чтобы за это нужно бороться, за это нужно выступать. Нам хочется всем жить, и всем странам хочется жить. Также в Украине всем хочется, чтобы Америка на нас не нападала. Делать им нечего больше. Они здесь за нас живут, за счет нас живут, чего они еще притворяются, хотят всем миром владеть. В общем, я против ихних санкций, за мир, за мир в Украине. Они наши братья, мы их любим. В первые дни рабочей недели вспыхнул автопроисшествиями Рыбновский район. Вчера не сумели поделить рязанскую трассу белорусский водитель и узбечка, переходивший дорогу. Все завершилось, как и следовало ожидать. Не в пользу пешехода, 20-летняя девушка погибла. А сегодня стало известно о столкновении в Рыбновском районе двух иномарок. По предварительным данным, водитель «Шевроле Круз», не справившись с управлением, вылетел навстречу и ударил Ниссан Мурана. Вот подробности трагедии, известные на сегодня. По данным областного управления ГИБДД, водитель «Шевроле» не справился с управлением. Его вынесло на полосу встречного движения, где и произошло роковое столкновение с кроссовером. В ДТП погибли пассажирка Ниссана и ее двухлетний сын, которого, вопреки всем правилам безопасности, перевозили без автокресла. Я двигался в направлении Константина после Рыбнов. Там моих автомобилей грузов. У него резко ровнился, скормозил, и его вынес на стол на стол на встречном движении. Там он столкнулся с автомобилем Ниссан Мурана. Ну, в общем, я ушел от столкновения, что вынесли. Ну, вас зацепило, да, все-таки? Да, задел. А тут двигатель, наверное, в шевроле. Двигатель отлетел, да, и вас зацепило, не надо. 36-летний водитель автомобиля Ниссанс с травмами был госпитализирован в властную клиническую больницу. Медицинской помощи также понадобилась водителю автомобиля Шевроле и ехавшим вместе с ним трем мужчинам. После осмотра медиками они были отпущены. По данному факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются. Уважаемые родители, ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасной транспортировки малолетних детей. Кому, как не вам, под силу защитить своих малышей от такой ужасной участи? Ведь это так страшно, когда гибнут дети, а таких трагедий у нас, увы, немало. Ну, еще одна тема. Сегодня рязанские судебные приставы на заседании коллегии подводили итоги работы в первом полугодии. Также в ходе встречи прошло награждение призеров регионального этапа всероссийского конкурса на лучшее освещение работы приставов в прессе. Наши авторы были специально приглашены на заседание, на всякий случай принарядились. Оказалось, не зря. Цифры, озвученные на встрече, в принципе, сводятся к традиционному. Работали неплохо, однако в следующем полугодии еще поднажмем. Работу судебных приставов хватает, и работы сложной. Пристав не Дед Мороз, и его не ждут с распростертыми объятиями и праздничными стишками. А потому работник системы должен быть корректен, честен, справедлив и непреклонен. Таких в Рязанском управлении немало. Сработали неплохо. Увеличилось количество исполнительных производств на исполнение за счет большого поступления как в исполнительных документах пенсионного фонда, так и в постановлении об административных штрафах. По-прежнему остается в приоритетной направлении алиментов и предоставление жилья детям-сиротам. Ну и в этом году основной акцент делается на уголовные штрафы как основной мероприятия. Также на заседании были озвучены имена призеров первого этапа журналистского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов. Одними из призеров конкурса стали и наши коллеги Олеся Харлина и Оксана Тебенихина, с чем мы их и поздравляем, равно как и других наших коллег, соратников по репортерскому цеху отмеченных жюри конкурса. По итогам первого этапа Всероссийского конкурса журналистов на лучшее информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в 2014 году. В номинации лучший телесюжет наградить дипломом третьей степени журналисты телекомпании «Кород» Харлину Олею Олесю Владиславовну. В номинации за вклад в информационное освещение деятельности ФССР России наградить дипломом второй степени журналисты телекомпании «Кород» Тебенихину Оксану Юрьевну. Ну и как стало у нас заведено с подачи зрителей в начале недели в нашей программе мы обязательно находим время чтобы поговорить о погоде. Если уж традиции зародилось не стоит ее сразу же нарушать. Рязанской погодой в ближайшие дни интересовалась Наталья Новикова. Казалось бы лето давно перевалило свой экватор но этот факт нисколько не мешает небесной канцелярии по-прежнему радовать нас жаркой погодой. Приближение осени совсем не ощущается. Знойный воздух уже изматывает и как маны небесной хочется дождя. И судя по всему совсем скоро дождемся мы вожделенной влаги. Ожидается умеренно жаркая погода с температурой воздуха днем 25-30 градусов ночью в пределах 12-17 градусов тепла. И по предварительному прогнозу на выходные ожидается влияние южного циклона поэтому вероятность выпадения осадков увеличится и интенсивность а температурный фон существенно не изменится. В выходные по предварительным данным синоптиков вероятность осадков еще увеличится. На погоду повлияет южный циклон. А вот температура воздуха существенно не изменится. Равно как и сохранится высокая пожароопасность в лесах области. Поэтому будьте особенно осторожны с огнем, наслаждайтесь летом и не забывайте зонтики. Скорее всего они все же пригодятся. На сегодня наше время для разговора со зрителями закончилось. Зато начинается эфир программы подробности. Сегодня ведущий Евгений Зызин ждет для разговора ректора Рязанского радиоуниверситета Виктора Гурова. Схлынула так сказать первая вступительная вузовская волна. Уже можно подвести предварительные итоги. Об этом и пойдет речь уже сейчас в студии подробностей. Ну а мы с вами расстаемся ненадолго. Всего лишь до завтра. Хорошего вечера. Всем удачи. Субтитры Субтитры